Я внимательно смотрю за вот этой самой молодежью, ну, по абсолютно объективным причинам, и с некоторым интересом вижу, что упомянутая молодежь отличается от поколения, которому, условно говоря, 25+, очень сильно. Поколение, которому 25-35-40, то есть поколение, которое практически не помнит советскую власть, но те, которым 40, те, соответственно, еще успели побыть октябрятами, но уже не успели побыть пионерами. И по этой причине они еще немножко застали советское образование, то есть те, которым под 40, они, особенно если они в провинции, они еще получили хорошее советское образование. Те, которым 25, они безграмотны абсолютно. Есть ли советский человек, которого палкой заставляли учиться, что в детском саду, что в школе, что в институте, что на заводе, где угодно, до пенсии, в клубах или, соответственно, в кружках-прижеках для пенсионеров? То теперь все наоборот. И более того, даже если он получает диплом, он точно знает, что в этом дипломе по итогам обучения он не будет знать ничего. Пресловутая там MBA, лучшее в мире образование, которое 15 лет назад очень ценилось, сегодня людей с образованием MBA не берут в приличные компании по банальной причине. Потому что их выучили методикам работы в ситуации, которые больше не существуют. И это образование, как там переводится MBA, техникум советской торговли. Это техникум. То есть человек, который получил это образование, он не может использовать свой мозг для того, чтобы попытаться, например, сделать некоторые аналогичные схемы для другой модели экономического развития. Он просто не понимает, как это делать. То есть это в чистом виде исполнителя. Разумеется, эта модель, опять-таки повторяем, сделана для социальной модели олигархия, обслуга, быдла. Зачем быдлу образование? Быдло должно уметь копать или уметь не копать. Больше ему ничего не нужно. Соответственно, MBA это способ, которому быдлу объясняют, что, соответственно, какие бывают лопаты и какие бывают почвы. И что вот такой лопатой нужно копать такой, а вот здесь нужно использовать заступ, а здесь еще чего-то. При этом никто не объясняет ни откуда берутся лопаты, ни как делать заступы, ни... и так далее. Все это, конечно, замечательно. Но они же, разрушив систему образования, вот это вот вещь, которую многие не понимают. Невозможно сделать эксклюзивную систему образования. Как только вы лишаете эту систему подпитки снизу, эта система разрушается. Кто-то скажет, ну как же, а вот, например, иезуитские школы. Во-первых, иезуитские школы считывали не так долго. Они появились, условно говоря, в 17 веке. А в 19 веке мы уже пришли к системе всеобщего образования. Да, оно постепенно поднималось. В СССР еще когда я поступил в школу, были восьмилетки. Школы восьмилетки. То есть первая школа, в которой я учился, 213-я, но на углу Большой Академической и Подмосковного шоссе, ныне улица Космонавта Волкова. То в этой самой школе, 213-й, мои одноклассники, я ушел из школы, мы переехали уже в пятом классе, я уже учился в новой. Так вот, эта школа была восьмилетка, и мои одноклассники, которые не ушли в ПТУ, а которые пошли в девятый класс, они пошли учиться в другую школу на улице Зои и Александра Космодемьянской. А вот когда я школу закончил, уже школ восьмилеток не было, все. Эта тема была, было всеобщее среднее образование. Так вот, иезуитские школы людей брали из народа. И из этого же народа, из их же учеников они готовили учителей. А если вы пытаетесь сделать систему образования сословную, то есть брать учителей из своего же сословия, то все деградирует буквально за пару десятилетий. Почему? Я могу сказать почему. Потому что работа учителя, это работа очень сложная, очень тяжелая. И она работает только тогда, ну вот, эффективно, когда люди, которых ты учишь, тебе благодарны. Когда у тебя учатся вот эти вот представители высших сословий, которые на учителя смотрят через губу, ну типа, я же крутой, у меня статус выше, а ты вообще кто такой? То в этом случае учитель, учить перестает, даже тот, кто может. А очень скоро он заменяется на тех, кто учить не может. Достаточно посмотреть на нынешнюю систему высшего образования в России. Не получила образования. Из студентов болгарских вузов, которым я читал лекцию, никто не читал трех мушкетеров Дюма. Вообще никто. И, соответственно, рассказывать им про Генриха IV, про Людовика XIII, про Ришелье бессмысленно. А если вы не понимаете, кто такой Ришелье, кто такой Мазарини, то вы уже не можете обсуждать, например, кто такой Столыпин. Но вот сейчас очень модно говорить, что Столыпин, он такой большой герой, а ему не дали. И никто не задумывается над тем, что Столыпин провалил модернизацию. Он ее провалил. А Сталин ее осуществил. Ну что вот с этим можно сделать? Это объективная вещь. И любой человек, который хоть немножко разбирается там в истории еще в чем-то, он это скажет. Сегодня еще есть возможность у людей получить образование самостоятельно. Хотя в гуманитарной сфере получить образование самостоятельно без учителя практически невозможно. Потому что нужно, чтобы кто-то выстраивал. Вот есть такая образованщина. Люди, которые очень много чего знают, очень много книг читали, но у них это все напихано, ну вот как, знаете, в мешок напихали. Ну вот представьте себе, что вы любите собирать пазлы. Вот у вас замечательная большая картинка. Но дальше вам надо этот пазл перевести, а у вас их дома 20 штук. Как правильно делать? Надо каждый собрать свою коробочку и перевозить их коробочкам. А если вы все это в один мешок кинете, да еще перемешаете, то задачи восстановления картинок становятся на порядок более сложными. Но в общем и целом я крайне скептически отношусь к современной официальной системе образования. Не только у нас, еще раз повторю, начинаем отвечать на вопросы. Здравствуйте, слушаю вас. Доброе утро, Михаил Сергей Алексеевич. Здравствуйте. А вы откуда звоните? Спасибо за аргументированный анализ по чрезвычайной важной проблеме. А вопрос такой, вот, а вы видите сейчас какие-либо признаки со стороны властных структур по исправлению вот этих провалов в образовании? Ведь сейчас многие считают, что исторические знания, там вы приводили примеры, ну там, кто такой Решилье, там Столыпин, что все это не требуется. Так как и таблица Менделеева никого не интересует, потому что эти знания не нужны. Вот что вы видите, что-то делается хоть в этом направлении или вообще ничего? Ну, вы знаете, понимание того, что что-то надо менять есть, что делать пока непонятно. Они как бы вот продолжают гнуть свою линию. А давайте мы успеем все-таки превратить народ в быдло, которому образование не нужно. А потом, когда кто-то будет кричать, что надо учить, они будут говорить, ну ведь народ же сам не хочет. Вот тут, кстати, у них в нашей стране вышел конфуз, потому что на Западе они обрабатывали народ сотни лет в той же Латинской Америке. И там действительно вот это вот самое бедное население, оно не понимает, зачем ему образование, денег все равно не дадут. Так зачем нужно там развлекаться, бегать с пистолетами, грабить и так далее. А в нашей стране пока нет, вот это вот поколение 22 минус, оно хочет получить образование, только не знает где. Вот по этой причине я сейчас постараюсь что-то в этом направлении сделать, что могу. Ну, потому что я-то хорошо понимаю, да, что вот то, что удалось там написать, какие модель кризиса, альтернативную, разработать альтернативный метод экономического развития и так далее, это результат очень хорошего советского образования. Я книжку-то свою «Воспоминания о будущем» начал с Римской империи, с анализа ситуации в Римской империи, просто потому, что мне это представляется принципиально важным. Ну и заодно, чтобы показать, что без знания истории ничего не получается. Понимаете, я согласен с тем, что молодежь не готова делать новые модели, она их просто не понимает. Но она уже не готова жить по-старому. И по этой причине человечеству, скорее всего, придется пройти через период хаоса. Он очень опасен. Сегодня у нас еще есть шанс. У нас есть еще люди, которым, условно говоря, 45-55, которые еще в селе, которые имеют образование, которые много к чему и как могут научить. Вот на Западе их уже нет. А на Западе не существует сегодня альтернативных либеральных экономических моделей. И более того, их быть не может. Потому что все, кто там разговаривает про экономику, разговаривают на либеральном языке. Для меня это сегодня проблема. Я, когда мои книжки начинают читать люди на Западе, то те, кто получил наше образование, но живут уже там. Вот мне звонил вчера мой старый товарищ, старший. Он гордо мне сказал, что, Миша, я тебя знаю больше, чем твой брат, потому что я тебя увидел первый раз, когда тебе было 3 года. Он там профессор в Бостонском университете, 30 лет уже. И он, соответственно, мне говорит, я очень хорошо, мне ужасно нравятся там твои тексты, они понятны, логичны и так далее. Но когда я разговариваю с западниками, которые получили западное образование, то у них очень интересно. Они мне говорят, Михаил Леонидович, очень интересные выводы на очень правильный. Но как вы их получили? Я говорю, ну вот же, я же описываю свою логику. Они говорят, нет, мы не понимаем. Этого слова мы не понимаем, этого мы не понимаем. Вот этот вывод прямо противоречит тому, что написано во всех учебниках. Почему вы это написали? Я говорю, потому что в учебниках написано неправильно. Ну как же, во всех же учебниках так написано. Ну там очень много есть тем, особенно части денежного обращения, еще чего-то. Ну и так далее. Вот это удивительная совершенно ситуация. У нас в этом смысле очень серьезный шанс, его еще можно использовать. Транснациональных банков. Ну когда вот вы читаете материалы, которые пишут на Трампа, вот пресловутый импичмент и прочее, то там люди тоже врут. Когда вы читаете газеты либеральные, какую-нибудь там желтую прессу, там тоже врут. Ну отдайте себе в этом отчет. Но в конце концов, любой нормальный советский человек, он же четко понимает, когда ему врут, а когда нет. Кстати, как и поколение 22 минус. Мне тут пишут. Помнится, и президент говорил, что он либерал. А потому что не надо путать. Либерализм как философскую идею. Философская идея замечательная. Я тоже в этом смысле либерал. С той политической моделью, которую сделали транснациональные банки. Знаете, вот если демократия это власть демократов, то либерализм это власть финансистов. Вот в этом смысле. Надо просто четко разделять. И я поэтому использую термин либераст. У них одна единственная цель. Чтобы транснациональные банки продолжали править миром. Ну, вот как только вы из этого исходите, все сразу становится понятно. Мы не нужно по этому поводу нервничать, переживать и так далее. Такова сэляви. Вот мне тут пишут. Здравствуйте, очень хорошая программа. Посоветуйте, как действует мне с образованием дочек. 14-12 лет. Ну, как чего? Надо, чтобы, прежде всего, нужно научить читать книжки. Уже в 12-14 лет трудно. Потому что я помню, когда моя дочка была маленькая, мы с ней из детского сада шли. Обязательно заходили в книжный магазин и выбирали там книжки. И она умеет читать. Вот она умеет читать. А что делать, если ты абсолютный гуманитарий и тебе 30+. Я не очень понимаю, какая разница. Гуманитарий, естественник и так далее. Гуманитарий, у них просто уровень знаний, который нужно для того, чтобы начать генерить что-то новое, сильно больше, чем у естественника. То есть, грубо говоря, в мое время доктор физико-математических наук 25 лет, это было явление не очень частое, но не удивительное. То есть, Сергей Петрович Новиков в 27 лет стал член-кором, даже 26, я сейчас уже не помню. И это тоже, в общем, никого не удивило. Было понятно, почему и за что. А, соответственно, у гуманитариев, они только к 35-40 годам набирают некоторый объем знаний, минимально необходимый. Но только это знание нужно набрать. Потому что говорить, откуда гуманитарии, которые книжки не читают, так же не бывает.